В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Так хотели быть вместе, что решили убить целую семью. 15-летняя школьница и её 18-летний приятель написали явку с повинной. За здоровье пить опасно. Даже рестораны не гарантируют качественное спиртное на столе. Казнить нельзя помиловать. Раскрываем секреты суда присяжных. Так хотели быть вместе, что решили убить целую семью. 15-летняя школьница и её 18-летний приятель в который раз рассказывают следователям и прессе душераздирающую историю с печальным финалом. Виктория и её парень Александр сами пришли писать явку с повинной. По словам молодого человека, на преступление он пошёл из-за нежных чувств. Родители девушки, вероятно, были против их отношений. Поэтому влюблённые хотели решить проблему радикальным образом. В итоге отец семейства убит, мать покалечена, а сестра главной фигурантки уголовного дела до сих пор в шоке. Ей удалось спастись. Преступление произошло в подмосковной Истрии. Поясняют, что убийство совершать не хотели, а совершили данное действие в связи с защитой своей жизни. Потому что отец 15-летней девушки угрожал убийством молодому человеку. Даже два раза пытался ударить его ножом. Один раз в голову рано, а другой попал в руку. Версия подозреваемых рассыпалась с каждой минуты. В распоряжении Live News оказалась переписка, которая предположительно принадлежит Виктории и Александру. Судя по сообщениям, несовершеннолетняя девушка и её молодой человек подробно спланировали, как расправиться с её семьёй. Напасть на родных Вики они решили ночью, чтобы их жертвы не успели опомниться. За что 15-летняя дочь так озлобилась на семью, что отважилась на жестокое убийство, сейчас выясняют специалисты. Как объяснять недвусмысленные фразы из своей переписки «сама задержанная» пока неизвестно. Её первоначальные показания говорили о другом положении вещей. Накануне пришедшего они приехали к ним в гости. Девушка, вот свой молодой человек, попросила погулять на улице, что родители уедут и вернёшься. Вот родители остались на ночь. Когда они уснули, девушка позвала молодого человека в квартиру, чтобы он не замёрз до утра, а потом он уехал в город Рязань. Однако на нескольких сайтах уже появилось видео, где молодой человек рассказывает, как подробно инструктировал свою возлюбленную на тему того, куда эффективнее воткнуть нож. По словам юноши-сообщница, хладнокровно убеждала его сначала убить сестру и мать, чтобы не было криков. Глава семейства, как и предполагали злоумышленники, отважно сопротивлялся. После второго удара он нож выбивает, под руку попадается газовый ключ, такой разводной, которым он бьёт по голове отцу девушки. В тот момент девушка появляется в коридоре, отец как бы немножко в таком состоянии, соответственно, как бы в шоковом и в травматическом. Вот этот молодой человек от него смог вырваться, ставил в стороне, и этот вот отец нападает на свою дочь. Она носит ему 2-3 удара в область шеи, отчего он скончался. Это версия задержанных, а вот следствие обнаружат на теле погибшего мужчины около 30 ножевых ранений. После настоящей кровавой бойники, нынджеры взяли такси и отправились в Рязань к родителям юноши. Согласно статье, убийцам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, но учитывая возраст главной подозреваемой, больше 10 лет она не получит. Что любопытно, у девушки были все условия для беззаботной, счастливой жизни. Нехватку впечатлений компенсировали онлайн-игры. Виктория была геймером. Именно через игру она и познакомилась со своим молодым человеком. Почему-то сразу вспоминается недавний челябинский случай, когда 15-летний школьник зарезал свою мать и тяжело ранил отца, из-за того, что родители запретили ему играть в компьютерные игры и заставляли выполнять домашние задания. Еще на слуху и история школьника Андрея Саханенко. Тот пообещал киллеру 40 тысяч рублей и старенькую отцовскую семерку. Как пояснил неблагодарный сын, он хотел быть единственным собственником жилья, чтобы было куда привезти девушку. Да, современные Ромео и Джульетта явно изменились. Ни чувств, ни страха, ни сострадания. Когда отбудут наказание, сюда же добавится новая порция злобы. Страшно подумать, каких детей вырастет это молодое поколение. Доля россиян, сознательно покупающих контрафактный алкоголь, относительно невелика. Зато достаточно высок процент тех, кто либо не уверен в оригинальности потребляемого спиртного, либо не придает этому значения. В преддверии Нового года хочется верить, что хотя бы в ресторанах заботятся о своих клиентах и не подсовывают в красивых графинах спиртное сомнительного качества. На днях в Рязани и Петелинском районе полицейские выявили и пресекли семь нарушений. Цифра выглядит более внушительно, если перевести ее в литры. Изъято 1325 литров спиртного. Особое внимание полицейские уделяли небольшим торговым точкам, придорожным кафе и ресторанам. В них нередко нарушают положение законодательства, регламентирующего розничную продажу алкогольной продукции, а также реализуют контрафактное спиртное. В ресторане неподалеку от поста ДПС Дягилевский гостей с проверкой явно не ждали. Алкоголь в баре в основном представляет бренд хорошо известных торговых марок. Вот только первый же осмотр показал, что этикетка ничего не говорит о качестве продукции. Для сравнения возьмем две бутылки, на одной из которых выполнена акцизная марка госзнаком. Как мы видим, то, что присутствуют водяные знаки и вкрапления, подобно денежным купюрам. Также все необходимые знаки, они переливаются и четко выглядят. Вот акцизная марка выполнена непроизводством госзнаков. Как мы видим, никаких знаков водяных нету. Также голограммы выполнены на обычном принтере. Отсутствует линия фольги и так далее. В магазине, расположенном под одной крышей с рестораном, подозрение в контрафактности вызвало половину спиртного. Из придорожного развлекательного заведения изъято более тысячи литров. Самый большой сюрприз ждал полицейских на заднем дворе ресторана. Там сотрудники полиции обнаружили под охраной двух собак на привязи более 30 коробок с водкой. Бутылки в коробках, накрытые от дождя и снега, полиэтиленовой пленкой. Также были с признаками контрафакта. А это уже результат другого рейда. Нарушения выявлены в Касимове, селе Криуша и поселке Придорожный. Это в Сасовском районе. В Рязани полицейские пересекли торговлю спиртным из строительного вагончика на Южном промузле. Там в бытовке хранилась алкогольная продукция с этикетками известных брендов, которую свободно реализовывали по очень низким ценам. Качество спиртного даже при визуальном осмотре вызывало сомнения в подлинности. Также изъятые бутылки были маркированы акцизными марками с признаками контрафакта. Изъято 200 литров спиртного. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, результаты которой и определяют, какое наказание грозит владельцам торговых точек и продавцам. Не за горами праздничные дни, когда людей, согреваемых градусом, станет заметно больше. Отдыхают обычно до последнего рубля в кармане. Вот и приходится неуверенной походкой добираться до дома пешком. Самое время напомнить, что нельзя распивать спиртное в неположенной обстановке и появляться пьяным в общественных местах. За эти правонарушения предусмотрен штраф. Причем вдвое больше придется раскошелиться тем, кто не спешит его оплачивать вовремя. Например, как 36-летний рязанец, которого в очередной раз задержали в состоянии алкогольного опьянения. У данного гражданина имеется 6 неоплаченных штрафов. Московский районный суд города Рязани определил должнику наказание в виде штрафа в двойном размере неуплаченных долгов. При этом сами штрафы также необходимо будет оплатить. Если и эта мера не подействует, добро пожаловать на принудительные работы. Такую памятку неплохо всем повесить на холодильник как минимум до Старого Нового года. Рязанские следователи просят откликнуться очевидцев и свидетелей преступления. Убийство 28-летнего владельца иномарки в поселке Борки, недалеко от торгового центра Лента, вызвало большой резонанс среди жителей города. Добровольные помощники поспешили на поиски угнанного автомобиля, как только первая информация появилась в социальных сетях. Опель погибшего был обнаружен во дворе многоквартирного дома через несколько часов после убийства его хозяина. Установлены личности предполагаемого обвиняемого, но ему удалось скрыться. Если вы обладаете какой-либо информацией по этому делу, обратитесь в ближайшее отделение полиции или в следственный отдел. Есть защита свидетелей, и показания свидетелей сразу афишироваться не будет. Есть определенные органы, которые защищают свидетелей. В случае необходимости будет применена соответствующая госзащита, которая необходима тем или иным лицам. Сегодня погибнуть от руки хулигана, увы, можно под дверью собственной квартиры. Не оставайтесь в стороне и помогите найти настоящего преступника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В уходящем году много говорили о расширении полномочий судов присяжных. В Рязанской области этот элемент гражданского общества в правосудии действует с 1995 года. Оказывается, многие рязанцы не понаслышке знают об этом институте судебной системы. Следующие несколько минут будут интересны тем, чьи знания в этом вопросе ограничены ток-шоу и сериалами. Какие категории дел рассматривает суд присяжных? Особо тяжкие преступления, за которые предусмотрен максимальный вид наказания, это пожизненное решение свободы. Вид судопроизводства выбирает подсудимый. Присяжными заседателями не могут быть лица старше 65 и младше 25 лет. Судимые, состоящие на учете в нарко- и психоневрологическом диспансере. Ограниченно дееспособные и недееспособные. Военнослужащие, работники правоохранительных органов, представители власти. Кандидаты в присяжные заседатели подаются Рязанской областной администрации в областной суд непосредственно путем случайной выборки по избирательным спискам. Но это не значит, что каждый гражданин может попасть в присяжные заседатели. То есть идет жесткий отбор. Прежде всего специалист в областном суде, который занимается вот этими вопросами, он непосредственно тоже беседует с каждым из кандидатов и предварительно отбор ведется. После этого эти кандидаты приглашаются перед судебным заседанием. И мы еще, то есть судья, прокурор, защитник, подсудимый, потерпевший. Идет также отбор присяжных заседателей. Законом предусмотрено 12 основных кандидатов в присяжные заседатели. И в зависимости от сложности дела от двух до шести запасных присяжных заседателей. Почему их второе название «Судьи факта»? Судят человека, дают ответы на вопросы о виновности либо невиновности только на доказательства, которые используются в суде. То есть в данной ситуации мы не можем, как я, как гособвинитель, та же и защитник, и подсудимый, не может говорить о личности подсудимого, о его характеризующих данных, о том, что был он не был судим ранее. Для справки. В России предложение об введении суда присяжных впервые было представлено Екатерине Второй русским ученым-юристом Десницким. Эту же форму суда только на 40 лет позже государственный деятель Спиранский предлагал Александру Первому. Предусматривался он и в программных документах декабристых. Официальный старт реформы был дан 20 ноября 1864 года. Какие вопросы ставятся перед присяжными заседателями? Первый вопрос. Доказано, что было событие самого преступления. Второй вопрос. Доказано, что подсудимый участвовал в этом событии. Третий вопрос. Виновен он либо не виновен в совершении данного преступного деяния. И если присяжный признает, что он виновен, ставится вопрос, заслуживает он или не заслуживает снисхождения. Если присяжный приходит к выводу о том, что подсудимый виновен и заслуживает снисхождения, то судья, уже профессиональный судья, не может назначить максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, за которые осуждается человек. Голосование проходит в открытом режиме. Если голоса разделились поровну, то подсудимый считается невиновным и отпускается судьей из-под стражи немедленно. Правда ли, что труд присяжных заседателей оплачивается? Где-то порядка 800 рублей, приблизительно 800 рублей в день они получают заработную плату. Либо, если человек работает где-то и получает больше заработную плату, то он может получить среднюю месячную заработную плату, свою, которую он получал, допустим, на предприятии или еще где-то в какой-то организации. Есть ли особые требования присяжным заседателям? Они на работу не ходят, они не должны общаться ни с кем, даже с своими близкими родственниками при обсуждении тех или иных моментов, которые они услышали в суде. Судья перед процессом их об этом предупреждает. Они не должны смотреть телевидение, прессу читать, если что касается этого дела. То есть собирать самостоятельно доказательства, они не имеют права. Присяжные заседатели обязаны основываться только на тех доказательствах, которые прозвучали в суде. Если вы стали участником или очевидцем преступления, звоните в нашу редакцию. Попробуем вместе найти ответы на вопросы, касающиеся правосудия и наказания. Телефоны редакции 720020 и 720021. А на сегодня все. Удачи и до новой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!